Давайте сегодня я покажу вам три основных виды соуса к шашлыку. Для первого соуса соедняем лук, чеснок, томатную пасту, воду, петрушку, соль, перец и готово. Это основной красный соус. Сделаем соус. Для него соедняем петрушку, кинзу, по желанию, майонез, сметану, сок лимона, чеснок, соль, перец и готово. Этот соус мой фаворит. Для третьего соуса нужен намангал, амжаби, помидор, болгарский перец, снимаем кожуру, соедняем кинзу, чеснок, соль, перец, взбиваем и можно его ещё сделать. Кстати, островок очень вкусный. Ну всё, осталось обжать шашлыки и яйцо. Соусы, кстати, подают любому мясу, так что обязательно сохраняйте, впереди майские и всем прятаем. Паринованный лучок под шашлычок, а можно и не под шашлычок, под селёдочку, курочку или любое блюдо на ваш вкус. Нарезаем лук кольцами. Мы взяли красный, потому что он вкуснее и красивее. Добавляем немного петрушки. Сверху ещё немного лука, 1 столовая ложка сахара и пол столовой ложки соли. Две столовые ложки уксуса 9% и холодную воду. Закрываем и хорошенько перемешиваем. Пока доелись на шашлыки, лук уже замаринуется. Приятного аппетита! Значит, что будет шашлычок? А к шашлычку маринованный лучок. У меня для вас три вида. Берём два обычных лука и один красный нарезаем на кольца. По отдельности мелко нарезаем петрушку и укроп. Понадобится три глубокие тарелки. Раскладываем в тарелки по одному нарезанному луку. Первый добавляем копчёную паприку, петрушку, сахар и уксус. Хорошо разминаем рукой. К красному луку добавляем петрушку, сахар, соль и уксус. А к третьему луку добавляем укроп, сушёный базилик, соль и уксус. И также разминаем рукой. Выдаём 30 минут помариноваться и готово. Ох, как вкусно! Если взять чеснок, томатную пасту, соль, сахар, чёрный перец, добавить пучок укропа, подсолнечное масло и воду, а затем перепить в блендере 30 секунд, то вы получите отличный соус к мясу или шашлыку. Если вы хотя бы один раз замаринуете баклажаны таким способом, вы будете делать это всегда. Баклажаны солим, откладываем. Овощи обжариваем не более 2 минут. Затем баклажаны отжимаем от жидкости и тоже обжариваем на небольшом количестве растительного масла с каждой стороны по 1 минуте. Они не должны дойти до полной готовности. Далее соединяем все овощи в одной посуде, добавляем петрушку, чеснок, заливаем всё это маринадом и оставляем мариноваться не менее 6 часов. Лучше периодически стряхивать. Это идеальная закуска просто ко всему. Приятного аппетита!